Добрый день дорогие зрители! Сегодня на постовой сети развелся много способов заработка. И каждый из них вам обещает многовенный заработок без особых усилий. Правда ли это? И в наших выпусках мы будем вам рассказывать о разных способах заработка в интернете и насколько реальны те или иные способы. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим заработок на популярных русских интернет файламиниках, таких как датибит, дипузит и турбобит. Заработок на интернет файламиниках представляет собой следующее. Вы заработаете свой файл на интернет файламиник, после того у вас появляется ссылка для скачивания вашего файла. Далее вы должны разносить эту ссылку на скачивание, чтобы как можно больше людей скачали этот или иной файл. Каждый из них, каждый из файламиников вам прилагает свой тариф. У кого-нибудь лучше, какой-нибудь хуже, это ваш выбор, но и то все равно один. Ну допустим давайте возьмем например несколько тарифов для сравнения. В среднем 1000 уникальных скачиваний вашего файла, допустим файл до 100 мегабайт, ваш заработок будет где-то от 5 до 8 долларов. Заманчивается она как для начала. Но чем больше емкость заражаемого вами файла, тем больше денег, которые вам заплатят за 1000 скачиваний. Но так ли оно на самом деле безоблачно как выписывает интернет файл обменники? Ну при реальном воплощении этого заработка вы сталкиваетесь с массой проблем. Первая, ну и одна из самых больших проблем, это площадка для размещения ссылок на ваши файлы. Например, у вас есть ссылка с классным файлом, который на ваше мнение скачать очень много людей. Но разместить эту ссылку, как вы думаете, где можно? Ну первое, что лично мне на голову зашло, это сайт. Для эффективности скачивания ссылку надо оформлять в новость, которую нужно размещать на раскрученных сайтах. Но некоторые сайты, большинство сайтов, неохотно сотрудничают с такими пастерами, так как они еще ничего не умеют, ну или вообще не хотят просто ничего нового, добавлять каких-нибудь постеров. Ну так, на большинство даже сайтов, если вы уже, допустим, нашли сайт, то скорее всего там нужно платить деньги, чтобы стать оплодером. Но какой вам дают шанс, что ваш файл будет скачивать даже на раскрученных сайтах? Вы заплатили деньги, но ваш файл не скачивает, то есть риск. Ну, понятно, что большой популярностью пользуется уникальный контент, и это следует помнить. На таком контенте шанс заработка и популярность вашего файла больше, чем на обычных файлах. То есть, будет это уникальный файл, будет это обычный файл, разница это уже не играет. В итоге от себя я хочу сказать, что этот способ заработка имеет малую эффективность, и вы, скорее всего, потратите больше своего времени, чем получите именно для себя пользу. Ну, это польза имею ввиду деньги. Так сказать, заработок реален, но это медленно, и вы вложите туда намного больше, чем ожидаемый результат. Лично я не советую этот заработок в интернете, это бесполезно и мало даже чем серфинг, но в следующих выпусках мы будем рассказывать вам про следующие способы заработка, и я думаю, все-таки возьмете на заметку какой-нибудь из них, вы уж точно возьмете себе на заметку. Спасибо за внимание, и до скорых встреч.